Школьники из Лисичанск разместились в Елабуге. Программа благоустройства старой татарской слободы. Что за зверь такой, Зеланд? Всем привет! В эфире Неверновости, а в студии Елизавета Газизянова. Сотрудничество Китайской Народной Республики с Казанским Федеральным Университетом уже давно переросло в масштабный союз, охватывающий все сферы, в том числе образование. Неоднократные визиты и совместные проекты дают возможность университету развиваться в самом обширном смысле. Так, в Белом зале Казанского Федерального Университета прошла встреча проректор по внешним связям КФУ Тимирхана Алишева с главой и представителями Гуанчжоуского института науки и технологий, где прошедшим обучение по программе основы промт инжиниринг IOT и проектного управления вручили дипломы об окончании курса. Вслед за торжественной благодарственной речью Тимирхана Алишева перед китайскими коллегами выступил Льянг Сихонг, декан колледжа международного образования. Вслед за этим они обменялись памятными подарками и возложили большие надежды на продолжение продуктивного сотрудничества. Старо-Татарская Слобода – одно из старейших мест Казани с центром за протоком Булак. Она делится на три исторических части – северную, центральную и южную. Каждую из частей в народе даже прозвали своими именами – деловая, культурно-жилая и промышленная, так повелось исторически. Еще в 1767 году по приезде Екатерины Великой в Казань Слобода стала застраиваться не только знаменитыми мечетями, но и татарскими общественными зданиями. Старо-Татарская Слобода – одно из старейших мест Казани с центром за протоком Булак. Она делится на три исторических части – северную, центральную и южную. Каждую из частей в народе даже прозвали своими именами – деловая, культурно-жилая и промышленная. Так повелось исторически. Еще в 1767 году по приезде Екатерины Великой в Казань Слобода стала застраиваться не только знаменитыми мечетями, но и татарскими общественными зданиями. Старо-Татарская Слобода – это уникальное место не только, наверное, для Казани, но и не только для России, а для мира. То есть это признанное традиционное сельбище татарами, скажем так. То есть там, где исторически жили татары. И, собственно, сохранились элементы и быта, и культуры и так далее. Понятно, что старт-татарская Слобода пережила множество различных периодов своего существования. Полностью такого запустения и умирания, и больших утрат с точки зрения объектов культурного наследия. Но после универсалта старта Татарской Слободы вновь вдохнули жизнь. На сегодняшний день это уже излюбленное место и горожан, и туристов. Значимость и влияние этого места на город и республику в целом нельзя не назвать особыми. Ранее благоустройством Слободы занимался Институт развития города. Так там появились места для прогулок и отдыха. Совсем недавно мэрия Казани сообщила, что на благоустройство одного из самых исторически значимых мест выделено в общей сумме 204,5 миллиона рублей. Ожидается, что туристская наполняемость и время пребывания в Слободе увеличится. Сама концепция преобразования будет затрагивать то самое изначальное разделение пространства на три части. И каждая будет сделана в своем уникальном стиле. На сегодняшний день, наверное, там пока что не сформирован какой-то культурный код Слободы. То есть там разные попытки предпринимались, чтобы и Ульцкая Юниверсри была так или иначе благоустроена. Но это были, наверное, самые первые шаги благоустройства такого комплекса, которые делались в Казани. Из-за этого на сегодняшний день как будто бы оно уже устарело. Потому что полностью залитые бетоном улицы, с одной стороны удобно, с другой стороны это не совсем окражает колорит старой катарской Слободы. Также, конечно, множество вопросов и по застройке. То есть там есть объекты, которые отреставрированы и достаточно плохо отреставрированы. Есть объекты, которые новоделы и такие псевдо-катарские домики. Сейчас туристы в среднем проводят в Старо-Татарской Слободе 20-30 минут, тогда как в Кремле около полутора часов. Мэрия Казани считает, что территория, протяженность которой более 100 гектар, используется не на полную мощность. Также в проект входит добавление общего колорита местности благодаря новым туристическим маршрутам, событийных мероприятий и художественного оформления. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости. Елабужский институт КФУ вновь встречает школьников из Луганской Народной Республики. В этом году, так же как и в прошлом, полсотни 11-классников, приехавшие из Лисичанска и Рубежного, станут учащимися университетской школы, чтобы подготовиться к ЕГЭ и получить возможность поступить в российские вузы. За день до приезда гостей подготовка к встрече шла полным ходом. В студенческом общежитии номер 2 были подготовлены уютные комнаты со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями и школьной формой. Среди вожатых и волонтеров – те, кто в прошлом году также приехал на обучение из Лисичанска и остались жить в Елабуге, став студентами Елабужского института. Автобус со школьниками из Луганской Народной Республики у дверей общежития встречают директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон и заместитель руководителя исполкома Елабужского района по социальному развитию Надир Курамшин. После краткого инструктажа обязательный медицинский осмотр и первый ужин в школьной столовой. На ближайшие полгода это место станет для ребят старым домом. 51 человек будут жить, учиться, заниматься творчеством, спортом. Здесь, в Елабуге, на базе университетской школы. Но хочу сказать, что опыт у университета уже достаточно серьезный, потому что в прошлом году, ровно год назад, мы уже встречали группу в таком же количестве, и ребята успешно социализировались, хорошо закончили школу, стали студентами, в том числе и большинство из них выбрали для дальнейшего обучения Казанский федеральный университет. Очень радуюсь, что 23 выпускника выбрали для обучения именно Елабужские институты. И сегодня эти ребята, которые уже студенты, будут работать волонтерами у своих земляков, что тоже очень ценно и очень значимо. На следующий день ребят ожидала встреча с министром образования и науки Татарстана Ильсуром Хадиулиным и главой Елабужского района Рустемом Нуреевым. Гости отмечают, что первоочередной задачей для ребят является подготовка к экзаменам и поступлению в вузы. Но свободное от учебы время будет проходить не менее интересно и познавательно. Спортивная форма с символикой Республики Татарстан – подарок от Раиса Республики Татарстан Рустама Миниханова, предназначенный для того, чтобы ребята не забывали об активном отдыхе и физической культуре. Я приехал сюда для того, чтобы учиться и после работать. Я знаю, что здесь хорошее и отличное место для того, чтобы реализовывать свои возможности в полной мере. Мне уже доводилось здесь побывать. Конечно, хочется поделиться своим впечатлением с остальными, познакомить их с местными людьми, с местной структурой. В общем, помочь им освоиться здесь. Стоит отметить, что на протяжении ближайших месяцев в их распоряжении будут все спортивные сооружения города. Также ребят будет ожидать обширная культурная программа. Они смогут посетить музеи города, примут участие во множестве мероприятий и побывают на промышленных площадках особой экономической зоны Алабуга. Я был в Алабуге на университетской семине. Нам очень все понравилось. Были очень классные эмоции. Много всяких разных эмоций. Было очень весело, интересно. Очень все понравилось. И когда нам сказали, что есть такая возможность поехать продолжить обучение в Алабуге, мы были очень рады, согласились и сразу начали собирать чемоданы, готовиться к поездке. Все вот это вот такая суета, радость. Ну, хотелось очень приехать. И вот мы здесь. Учеба в стенах университетской школы начнется уже в ближайшие дни. Школьники будут разделены на два параллельных класса и будут обучаться по специально разработанной программе. Поддержку школьным учителям будут оказывать ученые и преподаватели Елавушкова института, психологи, а также студенты-волонтеры. Елизавета Казизянова, Айдар Нурмиев, Универ Новости. Крылатый змей Зеланд – герой татарского эпоса и символ Казани. По легенде, на территории нынешнего города в древние времена обитало большое количество змей, амфибий и множество других волшебных существ. Оправил ими змеиный царь Зеланд. Об истории становления символа его происхождения и о том, с какого земноводного животного он был написан, узнаете в следующем сюжете. В казанской мифологии существует несколько версий легенды о Зеланте. По самой популярной версии, чудовище наводило ужас на всех людей и разоряло земли. Наконец, нашелся храбрый богатырь Батыр, который вызвал змеи на поединок. Он убил змеиного царя, но и сам погиб в схватке. В память об этом изображение змея якобы появилось на ханском гербе. Сам зверь представляет из себя симбиоз из различных животных. Существо имеет голову дракона, туловище птицы, ноги курицы, хвост змеи, собачьи уши, красные крылья, острые зубы и темно-серые перья. В мифологии всегда фигурировали какие-то летающие рептилии, драконы. Когда видели этих животных на поверхности, то всегда считалось, что это знамение каких-то дурных событий, которые могут постичь этот регион. Почему? Ну, вообще, эти животные обитают на очень большой глубине, в каких-то подземных пещерах, с водоемами, с речками подземными. И, конечно, на суше их мало кто видит. Обычно это приурочено к каким-то серьезным проливным дождям, когда реки выходят из берегов, когда наблюдаются какие-то селевые потоки, оползни. Зеланд не зря носит образ преимущественно рептилии, ведь территория Казани и республики на самом деле является домом для множества разнообразных видов змей и амфибий. Этому способствует расположение на берегах Волги и Казанки. Их можно встретить и в центральных водоемах города, но также и в своих частных владениях. Все они приносят пользу растениям и урожаю, уничтожая вредителей. Ну, и жабы, и лягушки — это представители огромного отряда бесхвостых амфибий. Вообще, надо сказать, что если мы попытаемся проанализировать, чем же отличаются жабы от лягушек, то если мы возьмем во внимание отечественные виды фауны, отечественных земноводных, там это сделать достаточно легко. А вот тропики, где разнообразие этих амфибий гораздо более обширное, уже достаточно сложно провести четкую границу между лягушками и жабами. Это два разных семейства, но они зачастую очень похожи друг на друга и внешне, и образом жизни. Но вот с нашими амфибиями гораздо все проще. Вот посмотрите, у нас здесь препараты наших достаточно обычных бесхвостых амфибий. Это вот озерная лягушка — одна из самых наших многочисленных видов лягушек. Если у вас возникает вопрос, как же такое маленькое животное, как жаба или лягушка, грубо говоря, стало прототипом величественного символа города. На деле и у лягушек, и у жаб есть ядовитые вещества, которые выделяют кожные железы. Только опасны они не для человека, а для насекомых. Они ловят гусениц, комаров и мух. Лягушка может совершать длинные прыжки вперед. Жабы находят пищу на поверхности почвы, где она собирает гусениц. И лягушки, и жабы полезны. И если они есть на участке, их нужно беречь. Дело в том, что у жаб достаточно плотная бугристая кожа, богатая большим количеством желез кожных. Но в принципе кожные железы характерны для всех амфибий. Изначально они появились для того, чтобы обеспечить кожу влагой. То есть слизь, которая смачивает кожу и позволяет амфибиям, кстати, дышать кожей. То есть у них, наряду с легочным дыханием, есть кожа. И вот дышать кожей можно только в том случае, когда она влажна. И вот слизистые железы, они изначально были как раз сформированы для увлажнения кожи. Для особых любителей амфибий и их разновидностей в Казани есть места, где можно найти большое скопление жаб и лягушек. Например, Лебяжье озеро наполнено пресноводными существами. А подробнее вы сможете узнать об этом в новом выпуске «Как так» на нашем телеканале. Валерия Карташова, Татьяна Еремина, Софья Чугунова, Хафиз Гараев, Универ Новости. Ученые научно-исследовательской лаборатории нейрофизиологии Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета совместно с коллегами из Франции, Германии и Испании изучили механизмы происходящих в мозге процессов, которые свидетельствуют о начале патологических изменений во время волн распространяющейся деполяризации. Было установлено, что эти процессы гораздо сложнее, чем считалось ранее. Полученные в ходе экспериментов данные представлены в опубликованной в журнале Nature Communication статье. Они позволят усовершенствовать методы диагностики патологических состояний мозга. По словам нейрофизиолога, эффективно обнаруживать предвестники инсульта и других патологических состояний мозга на существующих электроэнцефалографах невозможно. Поэтому в КФУ создан опытный образец аппарата, позволяющего регистрировать наряду с уже известными новые параметры электрической активности головного мозга. Скоро его начнут тестировать на животных в лабораториях научных учреждений Москвы и Нижнего Новгорода. Подробнее об этом мы расскажем в одном из следующих сюжетов. Не пропустите. Потенциально опасный астероид 2008 ОС-7 из семейства Аполлонов пройдет 2 февраля в 17.40 по московскому времени на достаточно близком расстоянии от Земли, сообщил директор астрономической обсерватории имени Энгельгарда, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики Казанского Федерального университета Юрий Нефедев. Ученый объяснил, насколько вероятно столкновение с Землей этого космического тела, движущегося со скоростью более 18 км в секунду. По его словам, к потенциально опасным объектам относятся все космические тела, которые имеют диаметр 100 и более метров и могут приблизиться к орбите Земли на расстоянии 0,05 астрономической единицы, что составляет примерно 20 расстояний от Земли до Луны. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!